Новый уличный комплекс тренажеров, строительство битумного завода в Собинском районе и многие другие вопросы обсудили сегодня на 16-м заседании Владимирского совета народных депутатов. Из городского бюджета следующего года около 2 миллионов рублей депутаты решили выделить на установку уличных тренажеров во Фрунзенском районе Владимира. Также депутаты поддержали инициативу заложить в городской бюджет 700 тысяч рублей на поддержание здания старой аптеки и американского дома. Одной из основных тем заседания в очередной раз стало строительство нового завода в деревне Рукав, который будет производить строительные материалы на основе битума. Это будет предприятие, которое на сегодняшний день является высокотехнологичным, которое будет представить где-то порядка 120 новых рабочих мест и которые, естественно, своими инвестициями вошли в нашу область, в наш город, пойдут налоги к нам бюджетам. Напомним, местные жители категорически против этого строительства. Они уверены, что завод будет загрязнять окружающую среду. Как уверяют инвесторы, предприятие будет соответствовать третьему классу экологической безопасности, что допустимо вблизи населенного пункта. Правда, пока застройщики проект самого завода не представили. Окончательное решение по строительству будет принято на следующей сессии городского совета. Но уже сейчас известно, что инвестор ведет на территории будущего предприятия восстановление старых военных складов. Их переделывают в офисы.